Здравствуйте, меня зовут Владимир, вот новое восторение, журналистов по медиа Украины. Хотелось бы с вами провести добровольную беседу, вы тоже можете задавать встречные вопросы, поправляйте меня, если где-то я в чем-то ошибаюсь. Вы даете право на записи публикации этого разговора? Да. Как вас зовут, фамилия? Белоусов Роман Олегович. На какие-то вопросы, если вы не хотите отвечать, можете на них не отвечать, потому что это еще раз вопрос. Добровольные? Да. Добровольные. Где служили? Какая должность? 104 полк Псков, ВДВ, должность, наводчик-оператор. Звание? Сержант. Звание сержанта. Сколько прослужили вы? Ну, если вместе с ручкой, то 8 лет. 8 лет уже, да? Хорошо. А номер части? 32 515. Скажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? Получается, ехали в Белоруссию. Так. Мучения. Ну, вы говорили, что в Украине. Да, да, да. И потом уже в ночь с 23 на 24 пересекли, получается, границу. Понимали, что пересекали границу? Ну, уже потом, да. Угу. И? И дальше? Что дальше? Ну, ехали. Ехали, ехали. Ехали мы. Приехали. Куда? Получается... По населенным пунктам я не скажу, потому что... Нет, не надо. Где остановились? Не знаю. Получается, 27 числа мы были в каком-то населенном пункте на перекрестке. Или? Все. Ну, мы отстали еще, наша машина. То есть мы ехали не со своими, но догнали уже 27 числа. Ну, 26. Так, так, так. 26. Так. Все. Ну, 27-го выдвинулись в сторону, получается, в Буча зашли. Ну, и там, получается, нас, скажем так, конкретно потрепали. Да? Да, потрепали. Много человек раненых, много погибших было. Да. Разозлились сильно. Там злиться-то нечего, там все люди уже не это... Не та ситуация, когда злиться. Ну, мы вышли оттуда, нас было 30 человек. Я не утверждаю, но просто из рассказов других людей, остальные военные российские были в состоянии эффекта уже, когда прибывали от этих всех потерь и могли стрелять в мирных, гражданских и в кого угодно. Не знаю. Не знаю. Вы не стреляли? Нет. Мы... И не видели, что на него стреляли? Ни разу не видел. Ни разу не видели. Мирно стояли, да? Ну, мы, получается, вот как 27-го мы там, получается, нас потрепали конкретно, мы отошли назад. Да. Отошли назад. Больше мы в город не заходили. Мы, то есть, заходили краем города. И дошли мы вот до Малой Дмитровки. Ну, Малой Дмитровки? Да. В Малой Дмитровке стояли. Ну, мы стояли, у нас были блокпосты, получается. Малая Дмитровка? В Малой Дмитровке? В Малой Дмитровке. В Малой Дмитровке. Это... 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 Просто есть Дмитровка по Жатомирской трассе? Это там, по-моему. Там же? Да. Там все рядом идет. Это все рядом. 5-10 километров. Так. Это... Если я все правильно понимаю, это километров 30 от Киева уже находились. 24 километра. 24 километра. Получается. Я на знаке видел там. Да. И все. Как бы... Стояли. Организованы были. Как... Стояли повзводные. Не знаю. Угу. Задача была просто, грубо говоря... Я даже не знаю задачи, но мы стояли просто на месте. Так. Сколько дней стояли на месте? Да много. Мы как бы вначале стояли там в лесу. Потом вперед двинулись. Еще вперед двинулись. И все. И на месте стояли. Ну, долго вот. Получается... Уже потом вернулись назад. И нам сказали потом приехать вперед. Вот. Ну, то есть так же. Туда же на же место, куда именно были. Да. А где стояли? Где дистанцировались? Ну, мы в домах, грубо говоря, где-то вот. Ну, домам вблизь дорог, получается. В домах? Жилых домах? Ну, там никого не было, как бы. Но мы там там были. Ну, я имею ввиду, что... В коттеджном городе? Да, 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 да. Все верно. Ну, вы занимали коттеджные домики, правильно? Да. Какие этажные дома у вас тут? Я не вспомню сейчас. Два, наверное, или... Ну, частный дом большой. Да, частный дом большой. Да, частный дом большой. Вы видели... У вас есть телевизор в камере? Да. Да. Вы видели, что осталось после таких, как вы, в этих домах? Показывали? Да. Ну, как примерно видел. Как вы можете это прокомментировать? Ну, что я могу сказать? Ну, скажите, что... Неприемлемо, конечно, все это. Всего лишь? Ну, как? А трупов людей видели? Изнасилованных там детей показывали? Ну, может быть, по телевизору не показывали? Трупов видел, но, не дай бог, детей каких-то увидеть. Нет. Ну, просто и застрелены в затылок люди с завязанными руками за спиной. Тоже были в той же буче. Вы имеете в виду, как я-то, когда я туда заходил? Ну, да. Или по телевизору? По телевизору видел. А сами не видели? Нет. Не видел. Угу. Так вы, получается, просто просто простояли мирно сколько там? 30 дней, да? Да. 30 дней простояли в Дмитровке, в коттеджных городках прожили, мирно никого не трогали? Вообще никого. С мирным населением не пересекались? Контактировали. Контактировали. Да. Что у нас население? У нас рядом община какая-то жила, я так понимаю. Люди, которые не хотели никуда уезжать. И у них как было как своя там это. Какие между вами разговоры происходили? Да никакие, как бы мы с ними, ну они такие, люди видно сразу было, что серьезно настроенные. То есть я имею ввиду, что там их нигде не потрясло, что они все, вот мы здесь, мы там все типа. Ну они сигареты давали, то есть вот так вот. То есть мы сами не отбирали ничего. Я понял, ну они рады вам были. Знаете, я так полагаю, какой-то просто нейтралитет соблюдался между нами и все. Мы куда к ним не заходим и они как бы это, мы знаем, что они там есть и знаем, что они как бы нам плохого ничего не делают и все. То есть, как я так понимаю, они отмечены были как мирные. Ну вы говорите, ничего не забирали, ничего не забирали силой, да? А что вы ели? Ели, сухопайки привозили. Ну то есть сухой паек нам привозили, каждый получается. каждые два дня, наверное. Ну, когда бывает с запозданием, и такое было. То есть не все так гладко всегда было. Я понял, ну то есть и магазинов вы не взламывали, и в коттеджных городках, в домах, в которых вы жили, вы тоже из холодильников ничего не доставали? Нет, ну почему? Как бы вода, вот та же самая вода, где ты возьмешь воду? Колодцы, колодцы там особо не было таких, но где там? Да, я иначе, я просто хочу там рисовать. Я понял, что было понятно. Вы заходите в коттеджный дом, там, естественно, вещи там все на месте, там телевизоры, наверное. Вы, наверное, пользуетесь этим, как свои, да, по сути? Ну, где мы живем, да, по идее, так и есть. Это, как вы думаете, силой или это добровольно вас туда впустили в эти дома? Да. То я так, мы с нее, если у нее с разрешением кого не спрашивали, ну, наверное, может, силы или как? Наверное, может, силы. Хорошо. Можно вопрос? Да, конечно. Вот это интервью увидит миллион человек, не меньше. Потом его порежут на различные кусочки и увидят все. Как вы думаете, сколько человек вам не поверит? То есть, вы сейчас рассказываете сказку, которую ни один человек просто не может поверить. Я знаю людей из Дмитриевки, я знаю вас как оккупантов, что вы там делали и что там происходило. И вы сейчас говорите, что вы профессиональный десантник с восьмилетним стажем. Вас не призвали три месяца назад. Вы вообще ни в кого не стреляли. Нет, ни в кого не стреляли. Нет, ни в кого не стреляли. Ну, к сожалению, мы журналисты, и поэтому мы не можем. Ну, в принципе, я с Димой согласен, да, эта ремарка, она имеет право на жизнь. Я знаю человек, который конкретно был в Дмитриевке. Я знаю, как его мучили, пытали, как его ограбили. И вы говорите, что вы десантник, вооруженный до зубов, просто пришли... Со всей своей группой, да, ждали сух пайков, которые... 37 суток простояли. Вы ходили, здоровались с местными жителями, которые вам давали... Ну, я допускаю, что там, возможно, была какая-то религиозная община, которая действительно там держит нейтралитет. И, возможно, так и было это. Но, действительно, есть очень много случаев людей, которые действительно пытали в Дмитровке, издевались над ними в Дмитровке. Есть и трупы в Дмитровке. И, как бы, и вот сейчас мы разговариваем с представителями людей, которые простояли более 30 дней в Дмитровке. И этот человек говорит... Да нет, просто зашли себе в домик... Телеключили и смотрели. Ну, за водой, конечно, по воду ходили в колодец, наверное. Нет. Телевизор у нас такого вообще не было. То есть... Ну, вообще света не было. Да, определенно. Вот, когда я попал сюда, я только первый раз посмотрел телевизор, что вообще происходит. То есть вы хотите реально сказать, что вот все миллион человек, которые будут смотреть, все знают историю псковского десанта. Вы же сами сказали, что вы псковский десант, элитный, псковский десант. И вы мирно зашли 24 километра от Киева, где всю войну шли ожесточенные бои. Реально, вот посмотрите сюда камеру и скажите, что в это кто-то должен поверить. Я могу вам точно... Ну, я не знаю, можете верить, можете, нет. Я говорю, мне скрывать нечего. Я до того момента, как я попал в плен, до того момента, как я попал в плен, 29 числа, это был первый раз, когда я увидел украинских военных. Уже 28 минут. Слушай, Дин, я прошу прощения. Мы не всегда ставим себе задачи услышать правдивую историю. Но мы всегда ставим себе задачи показать реального человека из России, который реально зашел, да, для того, чтобы они там посмотрели и сделали выводы. Уж поверят они там, не поверят. Это не важно. Что вы... Как вы думаете, вообще, действия российской армии у вас в частности? Правильные они, неправильные? Если неправильные, то в чем? Какая задача и какая цель у вас? Ну, конкретно задачи и цели я таковой, так и не понял. Хорошо, действия, правильные или неправильные? Неправильные в чем? Война, война это всегда неправильная. А, война? Вы знаете, что вам 15 лет светит в России за это слово? Ну, я откуда знаю, что это? Ну, я так понимаю, это этот, как оно? Ну, у вас соглашена спецоперация. В чем заключается спецоперация? Я не знаю. Ну, мне сказали, собирайся ехать, я маленький человек. Хорошо, хорошо, я понимаю. Так, все-таки война, вы считаете, да, или спецоперация? Ну, спецоперация, я же не знаю, ну, что я могу сказать? Мне сказали, собирайся ехать, я собрался, поехал. Куда спецоперация, не спецоперация, что... Ну, конечно, это плохо все, что вокруг происходит. Это не то, что плохо, это недопустимо. Когда люди гибнут, и мои товарищи как бы гибнут, и гибнут люди, которые вообще в это... Никакого вообще отношения не имеют. Ну, что я могу сказать? Не знаю, что там всегда. Вы говорите, спецоперация, вы смотрели обращение своего президента? Я не видел. Я телевизор первый раз видел. Вы профессиональный военный. Спецоперация может заключаться в том, чтобы жить в частных домах другого государства? Ну да, как бы... Вы военный, он был предполагал. Спецоперация предполагает зайти в жилой массив, в город, в село, и жить 30 с лишним дней в коттеджах мирного населения. Ну как, если только по 30, то вот столько-то времени не жили, мы все равно как бы и оттуда и туда... Хорошо, 5 дней! Ну, конечно, ну где откуда у меня нет, наверное, спецоперация. Смотря что за спецоперация. Ну так что у вас за спецоперация? Да я не знаю. Хорошо, чем вы от фашистов отличаетесь? Помните Вторая мировая война? Ну конечно. Да, фашисты, яйко-млеко, там есть ли у вас там яичко, молочко, тоже ходили в поселок спрашивали, тоже жили... Спать есть. Да, тоже жили, между прочим, занимали деревни и жили тоже у обычных людей. Тоже зашли с оружием, тоже зашли на чужую территорию, в частности на Советский Союз. Даже как-то так совпало, что и время у вас очень похоже, да, 4 утра. Чем отвечает? Назовите отличия. Российская армия от фашистов в того времени. Я не знаю, что сказать мне тоже. Нет, ну я же вас не силую просто взять. Знаете и видите вы эти отличия в чем-то? Если видите в чем-то, назовите. Я не знаю, что это для вашего вопроса. Хорошо, давай позвоним кому-то. Кому вы там жене, позвони жене. 37 дней. Мы мародерим. Слушай, звони. Я звоню, звоню. Еще раз говорю, мы не всегда пытаемся, мы не всегда должны показать историю правдивую, честную. Мы не всегда ждем честного рассказа. Но показать вам. Кстати, что вы можете передать людям, которых вот как вас сейчас отправляют из России? Есть для них какое-то послание? Ну я не знаю, но думали головой своей, чтобы. Так, думали головой своей, чтобы шапку взяли с собой, перчатки, чтобы потепляли оделись или как? Ну я не знаю, я не могу за людей отвечать, как я могу в это? Ну пусть еду. У каждого своя голова на плечах. Опять-таки, хорошо. Сумку побольше взять. Да, сумку побольше взять, чтобы влезла, там поместилось все. Дэнди есть. Дэнди же поместилось, да. 16-битная. Я не знаю, где они ее нашли, честно. Такой шок. Кто-то в подвале, наверное, где-то. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Украины вам звоню, я журналист. Вы хотели бы пообщаться со своим мужем? Да, конечно. Это возможно сделать только под запись. Вы даете право на запись и публикацию разговора вашего? Да, конечно. Окей, общайтесь. Алло, Виколь. Кот, почему? Не плачь, все нормально. Все у тебя хорошо? У меня все нормально. Я только с тебя переживаю. В курсе, что в принуде там? Я видела твои фотографии. Где видела? Я видела в группе в Телеграме. Я сначала думала, что я ошиблась. Мне сказали, что у меня паранойя. Потом я видела другие твои фотографии. Я тебя по рукам только узнала. Родителям звонила? Я сказала, что папе маме не говорила, пока я боюсь ее состояния. Господи, Рома. Скажи, короче, отцу позвони, бабушкам не звони. Я маме не надо звонить. Скажи, что все нормально. Хорошо. Господи, ты как там вообще? Нормально все. Там ты кушаешь. Я кормят. Все. Господи, Рома. Ладно, все, короче. Я тебя очень люблю, слышишь? Все. Можно вопрос один женя задать? Ну, после того, как я поговорю. Викуль, все, короче, это все нормально будет, слышишь? Слышу. Я тебя очень люблю, слышишь? Давай, ты тоже будешь, давай. На трубочку эту журналисту. Потом будет возможность это... Я уже хочу сказать. Ну, все, давай. Давай. Так, я прошу прощения. Вы это видео сможете посмотреть на канале Ищи Своих в Телеграме. Скорее всего там, где вы видели и фото вашего мужа. Потому что мы действительно ничего не скрываем. Мы, наоборот, стараемся опубликовать максимум информации. Вот. Могли бы вы вот сказать, как вы думаете, в чем это все закончится? И когда? Я не знаю, как это закончится. Скажите, а что россияне, россияне и ваш муж, вот что они делают в Украине и зачем? Они туда поехали. Они туда поехали. Они туда поехали под пребогом учений. Они сами не знали, куда они едут. Не бывает учения в суверенной одной стране, в другой стране без согласия второй страны. Это как нам было сказано. Это как нам было сказано. Я понял. Куда они едут на самом деле, они не знали сами половину. Да. Да. Хорошо. Я понял. Спасибо вам. Посмотрите видео. Да. Можете попрощаться, конечно. Да. Все. Я тебя люблю. Все нормально будет. Слышишь? Это тоже. Я тебя люблю. Пока. Добавить нечего, я так понимаю, вам сказано. Пару вопросов быстрых. Что такое русский мир? Знаете, что такое? Хорошо, окей. Российская армия сильная, слабая? Не знаю. Не знаете. Раньше вы думали, она сильнее или вы так и думали, что она такая и есть? Я не знаю. Уважаете Путина? Снято. Сколько ваш заработной вклад по контракту? 45 где-то. Нормальная там зарплата. 45 тысяч рублей. Я просто хочу понять, за сколько людей готовы убивать. Мерных людей и все. Что-то добавить. Я никого не убивал. Ваши слезы. Ну, слушайте. Ну, вот прекратите хотя бы. Ну, что значит никого не убивать? Ну, никого не убивал. Ну, прийти в чужую страну с оружием, это намерение убить или это нельзя расценивать как намерение убить? Я никого не убивал. Я понимаю. Вы с оружием пришли в чужую страну? Пришел. Пришел. На вас был бы выбор, или вы украинцы, или вас украинец. Вы бы убили или что бы вы сделали? А что бы вы сделали, если бы на вас автоматом направили? Если бы на меня направили автомат в моей стране, убил бы, конечно, не задумываясь. И убью, не задумываясь. Но я никому не пришел с автоматом. Зачем вы меня задаете этот вопрос? Я не хотел сюда приходить. Так а почему вы не развернулись и не ушли, раз вы не хотели? Почему вы не подняли руки, не пошли, не сдались? Есть приказ. То есть вы пришли убивать? Да не убивал я никого. Я не хотел никого убивать. Ходим, попробуем. Если бы вы хотели избежать этого, а у вас было 37 дней избежать, вы... Окей, все.